Что на кладбище никого нет, и туда можно не ходить. Нет, ну, ходить нужно, но для того, чтобы встретиться с ушедшими, это абсолютно необязательное занятие. И, в общем, каждый сам, конечно, выбирает, как ему быть. Ну, и третье, наверное, это было про то, что не стоит горевать об ушедших. Там много писали и хороших, и добрых, но много было всякой дичи, которой люди эмоционировали на то, что якобы там у кого-то не было, кто-то не терял людей, если мы так спокойно об этом говорим. На самом деле я предлагаю им и тем, кто вместе с ними, изменить восприятие мира и понять, что у человека, который умер, у него праздник, потому что умерло тело, душа вышла и освободилась. В том случае, если мы сильно горюем и не отпускаем его, как нам кажется, мы вредим себе. Теперь в первую очередь мы себя подставляем под разные неприятности в виде потери энергии, из-за которой мы начинаем болеть. То есть мы пропускаем всякую хворь, заразу и начинаем болеть. Поэтому я вам просто не советую из собственного опыта, который я имею, из тех людей, которые уходили, но души их остаются, оставались и будут оставаться. Потому что с ушедшими всегда можно пообщаться. Это не составляет никакого труда, потому что лучше с ними общаться, чем придумывать какую-то дичь, ходить на кладбище и там как-то пытаться их разыскать. На самом деле, раньше, не так давно, в землю мы не хоронили. У славян не было принято хоронить в землю. Тела умерших сжигали на ритуальном костре. После этого человек, то есть та душа, чье тело было утилизировано, становилась в ваш, ну или в их род. Тогда это имело силу. А захороненная в землю никогда не становится в ваш род.